Чтобы зритель удивлялся намного сильнее, в своем арсенале вы должны держать несколько крутых ментальных фокусов. Я нашел новое приложение, с помощью которого вы сможете угадывать задуманные зрителям числа, карты или любые слова. Я скоро запишу обзор на это приложение, но вы уже можете скачать его и показывать различные фокусы с чтением мыслей. Ссылка на это приложение будет в описании, там же будет вся подробная информация об этом приложении. Пользоваться им или нет, решать вам, но я лично рекомендую. Я продемонстрирую вам обычную колоду карт, все карты абсолютно разные. И давайте немножечко ее перемешаем вот так. Подснимем несколько раз и перемешаем еще немножко. Ну и давайте подснимем еще раз. И попросим зрителя сказать стоп, например вот здесь. И попросим его поднять часть вот этой стопки, сколько угодно карты, положить вот сюда. Ну и с моей руки тоже поднять сколько угодно карт, положить сюда. В итоге он мог подснять где угодно, остановиться на любых картах. Два туза, третий, четвертый туз. На которых зритель сам подснял колоду. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами разберем очень простой, но при этом интерактивный фокус с картами, где зритель сам будет находить 4 туза с помощью подснятия. Вы уже видели его демонстрацию, если она вам понравилась, поставьте лайк и напишите мнение об этом фокусе в комментариях. Ну а перед тем, как перейти к подробному обучению, я хочу порекомендовать вам магазин карт CFCards. Огромный выбор карт, помимо основного ассортимента, вы сможете всегда сделать предзаказ на различные новинки. Также там есть классические стандартные колоды для ваших тренировок, есть дизайнерские колоды для выступлений, а также есть колоды карт для Cardistry. Вы от меня получаете скидку 10% на любые колоды и промокод для этой скидки вы видите сейчас на экране и также он будет в описании. В данный момент в самом магазине проходит конкурс на колоду Fountain Chinatown. Переходите по ссылке в описании в этот магазин. Это единственный магазин в России, который начал производить свои собственные карты, которые не отличаются по качеству от американских. На самом деле фокус супер элементарный, нам понадобится 4 туза. Мы складываем их наверх колоды и все. Это вся подготовка этого трюка. С него можно начать. Он очень интерактивный, прикольный и затягивает зрителя фокусы, потому что здесь он как будто сам фокус показал. Это достаточно классно. Мы можем перемешивать колоду карт, но не ломая верхнюю часть. То есть я перемешиваю вот таким вот образом и оставляю, разумеется, эти карты наверху. То есть после каждой перемешки, смотрите внимательно, у нас получается так, что эти карты перемешиваются, а верхний блок остается нетронутым. Супер просто. То есть вы можете вот так вот перемешивать и сохранять блок. Если вы же любите самые простые тасовки, чтобы зритель не подумал, что что-то не так, то вы можете делать следующее. Все знают вот эту тасовку, да, из руки в руку. Все ее делают. И, разумеется, ее можно подделать, чтобы сохранить верхнюю часть колоды. Мы кладем все это дело наверх и делаем вот так. Смотрите, я поднимаю нижнюю пачку, слистываю одну карту чуть на себя. Вот так. Это будет наш маркер. И накидываю карт сверху. После этого все, что мне нужно сделать, это подрезать на моем маркере, чтобы вернуться к верхним картам. Давайте еще раз. Слистнули. Накинули карт. Подрезали на маркере, положили наверх. Все, тузы у нас сверху. Здесь все супер просто. Также в процессе я делаю ложные подснятия, сохраняя верхнюю часть. То есть 4 карты у меня сверху, и смотрите, что происходит. Подрезаю раз, ставлю мизинец. Подрезаю еще несколько раз и снимаю с мизинца. Вообще, я советую вам делать такие подснятия, потому что здесь нужно будет сделать в середине трюка вот такое движение. И оно похоже на подснятие в скорости, поэтому это идеально прикроет это движение. То есть, смотрите, мы сначала делаем такие подснятия. Потом, допустим, перемешиваем, сохраняя верх. И потом делаем следующее движение. Мы поднимаем большим и средним пальцем пол колоды. Слистываем раз карту, два карту. Ставим мизинец, накрываем. То есть это должно выглядеть как подснятие. Раз, два, три. Супер просто. У вас стоит теперь мизинец. И вам нужно пролистать колоду, чтобы зритель сказал стоп. И где бы он стоп не сказал, вам нужно будет снять с мизинца, соответственно. То есть, смотрите, скажи стоп. Он сказал, допустим, здесь, но снимаем мы с мизинца. И кладем прямо на центр стола или где вы там показываете. Именно на серединку, чтобы было здесь место, здесь место, ну и сбоку. То есть, смотрите, у нас сейчас два туза здесь и два туза сверху. Скажи стоп, подснимаем прямо на этом месте. Здесь два туза и здесь два туза. Мы просим зрителя от этой пачки поднять сколько угодно карты, положить сюда. То есть мы ему показываем, подними и положи вот сюда. Он поднимает, кладет. Супер просто. Теперь два туза здесь. И мы просим то же самое сделать с нашей руки и положить вот сюда. Поднимает, кладет. Теперь два туза здесь, два туза здесь. Нам нужно сделать следующее, что якобы каждый туз на верху каждой стопки. Как это делается? Вот этой стопкой мы берем вот так. Верхнюю карту здесь. Оп. И поднимаем вверх. То есть берем, поднимаем, разворачиваем. Здесь берем рукой. Делаем это одним движением. И держим не над, вот так, а переводим сюда. То есть, смотрите, медленно. Раз. Закрываем, кладем, кладем. Готово. Теперь у нас еще по одному тузу осталось здесь. И делаем то же самое. Кладем. Все. Иногда можно сделать следующее. Смотрите. Вот так вот у нас это лежит изначально. Поехали. Раз. Два. И попросить зрителя самого перевернуть последнего туза. И он еще будет более интерактивный, сам фокус. И все, на этом трюк заканчивается. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Смело ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами, как всегда, был Неро Янг. Смотрите предыдущие видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok